Всем доброго времени. Давайте сейчас посмотрим ваше ближайшее будущее. Ваше ближайшее будущее. Напоминаю, что информацию, которую вы здесь получите, она будет общей. Поэтому за более личной консультацией можете обращаться ко мне на WhatsApp. Давайте посмотрим ваше ближайшее будущее. Продолжение следует... Давайте сейчас я буду вам рассказать. Смотрите, первое, здесь выход новых отношений или же выход, что-то из трансформации у вас будет происходить. Я смотрю, что здесь переход на новый уровень отношений с мужчиной. У кого-то это может быть мужчина, родственник из семьи или же бывший муж. Но, смотрите, будет отыгрываться по-разному. Здесь будет что-то выходить на новый уровень. Это что-то будет мужчина. У кого-то это будет мужчина-муж, у кого-то это будет мужчина-родственник. Здесь что-то будет именно, знаете, связано с тёплыми отношениями, потому что карта очень давняя, да, такая. Она очень далёкая, из далёкого-далёкого прошлого. То есть здесь, возможно, если вы, допустим, не наладили отношения с мужем, это сейчас относится к тем, кто на паузе, или же к тем, кто расстались, или же с родственником, то, скорее всего, здесь будет вот новый уровень отношений с этим мужчиной, да. Если это родственник, то как-то поближе будете общаться, потому что такая карта всё-таки, да, которая отвечает за теплоту, за понимание, за нейтралитет какой-то. Если с кем-то воевали, допустим, можете заключить с кем-то нейтралитет. Я опишу этого мужчину, знаете, это такой важный мужчина, который ставит себе корону на голову, он любит считать чужие деньги, да, но сам этот мужчина ничего не добился. Он любит считать чужие деньги, но, знаете, как-то вот сам он не вышел на новый уровень, то есть вот он по финансам стоит. Мужчина, возможно, был два раза в браке, или же мужчина, вот знаете, он накидывает на себя пух. То есть мужчина, который накидывает на себя пух, который, знаете, как-то пытается показаться важным, но в компании где-то просто на него смотрят, знаете, совсем по-другому. То есть это может быть для кого-то муж, для кого-то родственник, да, для кого-то, я не знаю. Но тут человек, с которым вы уже давно знакомы, очень много времени, то есть ни год, ни два. То есть я же говорю, для кого-то это может быть родственник, это может быть дядя, отец, брат. У кого-то это может быть муж, или же какой-то бывший мужчина, с которым вы очень давно прообщались, да, на протяжении десяти лет вот так вот где-то, да, и разбежались. И вот это будет вашей трансформацией. То есть этот человек появится в вашей жизни для того, чтобы вы друг друга поняли. Вам будет ещё какой-то даваться шанс. То есть этот человек у вас ещё на пороге, то есть, да, возможно, если это муж, то он придёт для восстановления семьи, чтобы восстановиться с вами далее. Есть слишком за вами, наблюдают за вами, знаете, даже когда вы спите. Я сейчас поясню. Допустим, вот идёт время сна, вы спите, да, вы уже устали, да, поработали, погуляли. А есть человек, допустим, у которого есть возможность посмотреть на вас только ночью по телефону. Вот он заходит и наблюдает за вами. То есть есть определённо какой-то человек, который за вами наблюдает, ходит по фитам где-то в интернете, но вы об этом не узнаете. То есть этот человек может быть с вами схож по возрасту. Вот он за вами где-то наблюдает, но как-то вот не появляется. Вот просто наблюдает, и вы об этом не узнаете. Кстати, может быть, кто-то из вас родил близнецов или там близняшек. Такая вот информация идёт. Ну вот есть такой человек, который за вами наблюдает своего рода, да. А я смотрю, что кто-то из вас пережил очень тяжёлую, болезненную, любовную ситуацию, которая может ещё раз повториться. То есть, да, вы были оставлены. То есть вы были оставлены, и Вселенная призывает опять прийти к этой ситуации. То есть, да, трубят в трубу. То есть здесь либо любовный треугольник или предательство какое-то, которое вы ещё проживёте. То есть по личной жизни не готовьтесь ни к чему хорошему. То есть либо же придёт из прошлого человек, который когда-то вас оставил, либо вы ещё натолкнётесь на того человека, да, который может вас предать. Любовные треугольники отыгрываются, да. То есть тут очень такая болезненная карта, очень такая кармическая она на самом деле. Или женщина, которая не получила должной любви или отдала должную любовь, но не получила, да, ничего взамен. То есть тут какой-то идёт переворот в личной жизни, что-то такое серьёзное идёт. Это серьёзный разговор. Это прожитая ситуация в прошлом, которая будет повторяться. Сейчас я раскрою. Это будет повторяться ваша ситуация из прошлого, которая будет повторяться. Ещё будет. То есть давайте посмотрим. Вы от неё убегали, вы от неё закрывались. И снова эта ситуация повторяется. То есть либо же снова придёт этот мужчина, который будет склонять вас к той же ситуации. То есть да, он вам ничего не сможет дать хорошего, нового, но вот придёт к вам опять для того, чтобы повторить эту ситуацию. То есть человек не изменится. Возможно, с этим человеком, с этим мужчиной вы были знакомы на работе или вас связывала работа, но вы от него закрывались. А может быть кто-то ушёл, допустим, в работу, чтобы забыть этого человека. То есть у вас очень такая серьёзная ситуация в личной жизни. И она может ещё повториться. Вы можете столкнуться с человеком, который может так же поступить с вами, как бывший ваш мужчина. У кого-то смена работы будет. У кого-то будет смена работы, которая произойдёт буквально в течение двух месяцев. Или же кому-то пообещали, допустим, в течение двух месяцев найти работу. Но пока ответа нет. Туда кто-то ищет работу, кого-то не устраивает зарплата. Вот это вы ищете работу. И, скорее всего, возможно, вы её найдёте. Тут что-то связано с работой. И в работе у вас может быть какой-то обман. Да, тут в работе может быть какой-то обман. Или же вы ушли, потому что был, допустим, обман. Вполне возможно. Кто-то захочет вас очернить. Кто-то захочет, знаете, как... Это очень такая, знаете, тема. Не для всех, конечно, здесь будет. Но опять же. Во-первых, кто-то захочет ограбить вас как-то. То есть ваше нажитое присвоит себе. И кто-то захочет вас очернить. То есть идёт большая зависть. И люди, которые, в принципе, готовы вас как-то очернить. Сказать неправду. То есть, да, я вижу какой-то человек, который хочет вас очернить. А рядом с ним стоит ещё какой-то человек. И он говорит ему, да нет, не надо. Это плохая идея. То есть здесь вас... Вы можете слышать за вас какие-то слухи нехорошие. Они изначально будут придуманы. Вот. И они будут придуманы из-за вашего богатства, из-за вашего дохода, из-за вашей работы. Имущество. То есть тут имущество, тут какая-то зависть. Люди из-за зависти захотят вас очернить. Люди из-за зависти захотят говорить за вас гадости. И это будет как надумано. Это будет как надумано. И это будет запланировано. Я вижу, что на вас работали именно в сфере любовной магии. Потому что вы стоите на одной ноте. Именно делали на то, чтобы никто не вышел замуж из вас. Возможно, чтобы женский род не вышел замуж. По женской линии, чтобы страдали. Потому что я смотрю, что вы постоянно находитесь на паузе. Вмешиваются люди, третьи лица. Я же говорю, что здесь, когда вы входите в отношения, по-любому здесь идёт любовный треугольник. То есть, опять же, кто-то делает на то, чтобы вы не были счастливы. То есть, кто-то делает на то, чтобы вы не были счастливы. Чтобы вы не нашли себя. Чтобы вы постоянно падали лицом в грязь. Чтобы вы не смогли вообще даже возможно, возможно, как бы искать кого-то. Потому что здесь очень много любовных треугольников. То есть, женщины состоят в любовных треугольниках. У кого-то могут быть внебрачные дети, у кого-то у мужей могут быть внебрачные дети. Но постоянно вмешиваются кто-то ваши отношения, то есть на ком-то реально стоит порча. Кто-то захочет с вами подружиться. Как-то к вам подойти, подсмотреть что-то, что вы там прячете, что вы прикрываете. Да, кто-то захочет прийти к вам в дом или же кто-то хочет втереться к вам в доверие для того, чтобы посмотреть, как вы живёте, на что вы живёте. Это мужчина. Нестабильный мужчина. То есть сегодня он, допустим, злой, завтра добрый. Вот да. Он хочет пролезть к вам в доверие, прийти к вам, возможно, на порог. Или же позвонить для того, чтобы узнать, что вы прячете, что вы делаете. Возможно, ну, конечно, ваше гнездо пролезть, в ваш дом, на ваш порог, в вашу дверь. То есть, возможно, по указу какой-то женщины. То есть их интересует именно то, что вы делаете, за что вы живёте, за какой счёт вы живёте. Да, вот такая вот нездоровая идёт, нездоровый интерес идёт к вам, да? Встреча. На пороге у нас ещё такая встреча, которую, возможно, вы не ждали. Что-то к вам придёт просить мужчина, или же говорить о том, что вы красивая. Будет что-то рассказывать, будет что-то показывать. Чуть ли не мир, я к ногам тебе брошу. Или будет рассказывать что-то про вас, да, определённо. Или же про себя. Но это что-то вот связано с бывшим. Это такая встреча. И она очень интересная. Он раньше был от вас отвёрнут, этот мужчина. Будет говорить о том, что он неправильно поступал, то, что он неправильно, да, как-то от вас отворачивался, что это не нужно было делать, что нужно было, возможно, сто раз подумать. Вот. А он выбрал другое. Он выбрал игры какие-то, да, вот. Вот, а теперь будет за вами как-то ходить, бродить или пытаться наладить отношения. Говорить будет, что вспоминает вот то, что вот как вы вместе были, что он там с вами проводил там время, как было хорошо. То есть, да, как вы там за него переживали, а сейчас он всё потерял. Но, опять же, стоит ли это слушать? Потому что раз сделал, да и второй сделает. Ещё какое-то счастье у вас на пороге. Только сказала, и карты упали. Какое-то счастье у вас на пороге. Сейчас мы посмотрим, что это там за счастье. Действительно, какое-то счастье на пороге. Посмотрим, с чем оно там связано. Да, сама Вселенная посылает вам какое-то определённое счастье. Может, у кого-то беременность. У кого-то прям внезапная поездка туда, куда давно хотели. Неожиданно. А может, у кого-то поездка в детство, да. То есть, вот чей дом. Может, кто-то хочет поехать в деревню. Или же там куда-то в станицу, где давно вы не были. Где давно не ступала ваша нога. У кого-то может брак быть. Я вижу мать с ребёнком, которая нуждается в помощи. То есть, может быть, женщина придёт, да, допустим, скоро к вам для того, чтобы попросить у вас, допустим, этой помощи, да. Она нуждается в этой помощи, чтобы вы там ей помогли. У кого-то брак скоро. Ну, может, предложение о браке. Или там резкое знакомство. Да, такое серьёзное, которое может привести вас в брак. Такого хитрого жука вижу ещё, который идёт к вам. На порог. Это вот в ближайшем будущем. Сейчас посмотрим, зачем он идёт. Он будет показывать свою важность. Для чего? Какая-то хитрость. Он будет показывать свою важность, чтобы перетянуть какую-то информацию с вас и передать её другим людям. Или же перетянуть вас на свою сторону. Разрушить ваши стереотипы. Или же скинуть свои обязанности, допустим, на вас. Вот такой мужчина может прийти. Это опять может быть, как и родственник, может быть, как и бывший. То есть, ну, такой, да, мужчина. Будет у вас скоро, что где-то в дороге вам будет телефонный звонок или же письмо. Оно будет для вас очень радостное. Я так и знала, что это будет связано с вашими врагами. Вы прям почувствуете облегчение, потому что вы узнаете недовольство врагов или же ихний проигрыш. Это победа над врагами. Да, какая-то тайна откроется про врагов. Вы узнаете, что у вас есть какие-то союзники, да? Может, вы увидите их во сне, этих союзников. Какая-то боль. Еще боль на пороге. С чем она связана, эта ноль? Вот будет какая-то встреча, возможно, сегодня у вас, да, или же на днях, где вы узнаете какую-то тяжелую информацию. Вот. Это любовная какая-то тема. Или узнаете, что кто-то поступил по-сфински, или же что-то такое, да, вот. Ее вам расскажет мужчина, который собирается к вам. Возможно, он сегодня чуть-чуть опоздает, или же уже опоздал. Берегите свое нажитое. Берегите деньги, потому что кто-то даже хочет вашей смерти ради ваших денег, да? Посмотрите, на кого-то могут магичить, реально магичить, делать магическое воздействие. Да, действительно делают. Поэтому здесь действительно кому-то может и понадобиться защита. Да, делают, ходят к мастерам, то есть гадают на вас у мужчины, и гадают же также у женщины. Поэтому здесь нужна определенно, да, кому-то защита. Ну, не всем, опять же, да, повторяюсь. Но определенно кому-то нужна. Вот. Потому что на кого-то реально смотрят. Вот знаете, есть люди, которые, они не знают там, допустим, за вас информацию, давно не общаетесь, или же перестали общаться, да, или враждуете. И им хотелось бы узнать про вас, но нету какой-то информации. Вы знаете, то, что там есть в интернете, но это... Я вам больше скажу, что половина людей, которые выглядят в интернете как-то иначе, в жизни они выглядят вообще по-другому, да и вообще в жизни у них творится намного лучше или намного хуже, чем, допустим, есть в интернете. Поэтому как бы вот людям непонятно, что там у вас. И они до информации у вас очень жадные. Поэтому здесь есть определенно люди, которые хотят узнавать какую-то информацию за вас. Это и мужчина, это и женщина, это и родственники, это и бывшие. Знаете, тяжело им дается вырывать эту информацию, поэтому здесь вообще лучше, конечно, по-хорошему поставить непроглядые. Они видят вас сейчас холодной дамой. Ну, вообще-то тут очень много людей из прошлого придет к вам в скором времени. Каждый придет со своим. Каждый придет со своим. Ну, тут вот у кого-то прям сегодня, вот прям у кого-то сегодня вижу встречу. Прям у кого-то сегодня. Заявится мужик из прошлого. Простите, да? Я еще кое-что увидела. Сейчас я скажу минуту. Я сейчас... А, вот она вода. Думала. Еще будет вам такая неприятная, наверное, вещь. Кто-то вам скажет, что вы набрали вес. Вот это больше будет про тех, кто, допустим, ну, мягко я скажу, набрал вес там, вот, и будет какое-то замечание. То есть тут либо от мужа, либо же от, я не знаю, поклонника. Ну, тут любой человек вам может это сказать. Вот. Что вы там, ну, как бы потолстели. Это будет для вас очень как-то обидно, потому что здесь идет, вот прям я резко увидела, это будет для вас как-то обидно, как-то нехорошо. То есть будете чувствовать себя. На кого-то могут скидывать. Скидывать, да. Делать ритуалы на ожирение. Действительно. Я еще вижу, что кто-то хочет обидеть вашего ребенка или даже, не дай бог, сделать какое-то проклятие. Поэтому у кого дети, допустим, от года до 8 лет, то тоже определенно нужна защита, потому что есть, я вижу, люди, которые очень сильно завидуют вашим детям. Возможно, они не могут дать то, что вы даете там, допустим, своим детям, да. И они очень сильно переживают, и у них есть зависть. Они это обсуждают. Вот ваши покупки, ваши походы с вашими вот ляльками. Поэтому я говорю здесь, кто-то, может, назвал, да, допустим, своих детей именами своих там, мужей, жен. Вот у кого-то имена прям подряд. Два-три человека с одним именем идет. Вот. Ну, это неважно. Это там дело каждого. Просто есть такие люди, которые хотят нанести вам удар. Поэтому здесь, конечно, нужно быть, ну, осторожно. Присматриваться, конечно, к людям из прошлого, потому что их прям волной к вам на берег из острова прошлого на остров настоящий, да. Ой, как же я хочу на остров поехать. Поэтому здесь будьте аккуратны именно с теми людьми, которые к вам идут из прошлого. Нечестные люди. Многим что-то нужно. Поэтому прям вот смотреть в оба. Вы-то смотрите в оба, а я в третий глаз, да. Вот. Все, я всем желаю добра. Кому нужна моя личная помощь, вы можете обратиться ко мне на WhatsApp. Номер WhatsApp. Вот многие спрашивают. Я говорю, я указываю под видео. Он закрепленный. Да, конечно, бывает такое, что я иногда забываю, да, когда вот там много делали, ну, очень много, допустим, видео записала, да. Я забываю закреплять. Но в основном вы найдете все равно номер. Он есть даже на странице здесь. Все, всем желаю добра. Всего хорошего. Спасибо.